здравствуйте сегодня я хотел бы продолжить рассказ о дебютной системе которую я считаю интересной перспективной и надежной за черных против английского начала и в то же время не требующий слишком объемных знаний но перед тем как перейти непосредственно к вариантам хотел бы поговорить как и в прошлый раз о некоторых общих вещах в первую очередь вот почему именно английское начало почему такая тема выбрана 1 тут ответ достаточно простой потому что мне кажется что именно такие более редкие схемы они зачастую игроками в дебютной подготовке бывают недооценены дебютный репертуар это в целом как крепость и многие знают что надо оборонять эту крепость на главных магистральных путях а вот то что остальное то что пореже это когда-нибудь потом и это потом очень часто не наступает допустим мне никогда не доводилось встречать шахматистов которые всесторонне готовы как им играть против первых ходов допустим b3 или f4 или же 3 но в то же время против е4 или d4 испытывают затруднения начинают задумываться начиная с первого хода то есть понятно что подготовка и против главных ходов бывает не совсем достаточной не совсем нужного объема но тем не менее обычно все-таки шахматисты знают практически все что они делают против е4 или d4 остальное не совсем так на это находятся разные причины и две причины я вижу основные это когда я спрашивал вот у молодых шахматистов допустим при знакомстве при начале занятий что ты собираешься играть на е4 ответ следует быстро ну допустим основная испанская это все для примера что ты будешь играть на d4 новоиндийскую немцовича тоже понятный ответ что ты играешь на c4 тут вот иногда следует такая задумчивость что взрослый человек в общем то такие глупости спрашивает потом ответ ну так я же сказал новоиндийскую немцовича и вот есть недооценка этого фактора что ход c24 это белые просто они d2 d4 отложили на несколько ходов а потом все равно все сведется к тому же а на самом деле понимаете ли все обстоит далеко не совсем так дело в том что потом шахматист на примерах иногда достаточно болезненных примерах своего опыта начинает понимать что против c4 новоиндийская защита или защита немцовича автоматически не получаются не получается ферзевый гамбит не совсем получается славянская не совсем получается защита грюнфельда по крайней мере набор вариантов которые хотелось бы играть они оказываются немножко другие единственный дебют который получается и против c4 и против конь f3 и против почти любого хода это староиндийская защита старая добрая но так скажем у староиндийской защиты при всем почтении к ее древней истории есть ряд своих объективных недостатков вот c4 это отдельный ход и его безусловно надо отдельно изучать вторая причина о которой относится с пренебрежением так скажем забывают немножко об этом я спрашиваю опять же что-то играешь на c4 мне отвечает что ну на самом деле какая разница все равно так играют те кто дебютом особо не занимается ставят свое c4 g3 слон g2 как нибудь разберемся что-нибудь поставлю потом все равно зависит от того насколько сильно я буду играть миттель шпиле тут этот ответ так скажем он мне отчасти даже нравится потому что выдает определенную наблюдательность действительно до определенного уровня c24 ходят люди которые действительно хотят так скажем от дебюта побыстрее избавиться не готовы серьезным дебютным дискуссиям но по мере того как уровень ваших соперников будет расти ждет встреча и с другими случаями потому что все-таки c24 это серьезный ход это борьба за центр это подготовка целого ряда схем развития которые могут вызвать у черных дискомфорт не так тут все просто естественно равенство у черных есть и после c4 тоже и более того выбор схем которые дают равноправную игру здесь наверное даже пошире чем после е4 после d4 но тем не менее не как угодно оказаться в худшей позиции очень просто можно и здесь и поэтому еще раз советую настойчиво обратить внимание и на этот ход тоже ну и ход коня в 3 но это он в данном случае не не тема данной лекции продолжаем рассмотрение системы которую я рекомендую c4 и 5 чтобы белые так скажем ходу d4 могли вернуться только уже погодя и только на наших условиях же 3 вариант c6 который мы начали рассматривать уже прошлый раз и здесь первый основной ход коня в 3 мы рассмотрели а второй основной ход это собственно и есть d2 d4 вот сейчас уже на третьем ходу белые препятствуют построению черными пешечного центра пытаясь успеть здесь первыми тут достаточно непростой серьезный выбору черных есть ход ед есть также ход сломбы 4 шаг достаточно надежные но тем не менее мне кажется что из точки зрения достижения комфортного равенства из точки зрения возможного перехвата инициативы самой четкой реакцией здесь является ход е5 е4 который появился в практике несколько позже чем указанные мной перед этим варианты и то изначально это было так скажем не совсем 100 идеи потому что впервые на высоком уровне сыграл замечательный голландский игросмейстер ян тимон еще в семидесятые годы но после конь c3 одного из основных ходов он здесь играл f5 что все-таки не совсем то здесь после коня h3 белые успевают грамотно расставить свои фигуры создать давление на черный центр это не совсем то построение которого мы стремимся наша идея здесь после хода е5 е4 заключается в том что мы d7 d5 пойти все равно хотим и на конь c3 тоже соответственно будем играть d5 как и на почти любой другой ход наша идея укрепить центр защитить красу и гордость выдвинутую пешку е4 чем ее важность в этом построении в том в первую очередь что мы ограничиваем белого коня что лучшее поле для развития коня на f3 оказывается для него под запретом а все остальные пути развития королевского фланга для белых они не вполне комфортны потому что схема едва е3 и конь g1 е2 уже после того как сыграно g3 приводит к такому очень пугающему ослаблению белых полей королевского фланга и очень часто как мы увидим позже белые напрашиваются на то чтобы попасть здесь под атаку это все совсем небезопасно а если выводить коня на h3 в свою очередь то он там не совсем удачно расположен что на краю доски на h3 что на f4 куда он попадает вариантах это положение оказывается неустойчивым конь все время так скажем нужно считать возможные удары возможные g7 g5 позиция коня оказывается и на f4 в том числе не слишком надежные вот такое основное затруднение у белых а создать прямые конкретные проблемы атакой пешечного центра им не вполне удается и когда к этому выводу пришли то здесь в последнее время буквально основным теоретическим ходом стал ход d4 d5 с которого мы и начнем рассмотрение перед тем как вернуться к основным продолжением этого варианта идея достаточно понятная ходу d7 d5 мы физически препятствуем и пытаемся создать давление на оторвавшуюся пешку е4 f7 f5 это все-таки не совсем сразу же входят наши планы так что нам нужно придумывать как нам ее комфортно защищать другими способами и эти способы со временем были показаны слом b4 шаг сильнейший ход теперь если конь c3 то слом бьется 3 немедленно портим пешечную структуру bc d6 важно что одна из фигур потенциально атакующих выдвинутую пешку е4 а именно конь с доски исчезла пешечная структура белых ослаблена от преимущества двух слонов здесь им толку не слишком много скорее белым придется переключиться на борьбу за равенство но поэтому конь c3 так практически не играли главный ход естественно слон d2 здесь мне довольно долго казалось заманчивой стандартная идея позиционные жертвы пешки которая встречается в похожих структурах в самых разных вариантах с переменной цвета в том числе е4 е3 ну теперь это всего лишь жертва пешки фигуру забирать сломбит б4 тут белые после е в шах король бьет и в 2 ферзь больших шах слона черные отыгрывают и белые за преимущество не борется поэтому надо забирать пешку и возникает вот такая вот структура сломбит d2 фербит d2 cd cd d6 у белых дефектная пешечная структура но в то же время лишняя пешка и что важно преимущество в пространстве дальше логическое развитие события но примерно вот такое конь f3 конь f6 слон g2 рокировка рокировка обе стороны заканчивают развитие слон g4 конь c3 конь bd7 конь d4 конь е5 b2 b3 и что мы видим у нас совершенно замечательный грандиозный конь на е5 у черных но проблема в том что поле е5 одно а коней два вот и здесь если бы черные могли как-то аккуратно спокойно разменять некоторое количество легких фигур при этом сохраняя коня на е5 в идеале допустим это оставить себе вот этого красавца коня против белопольного слона белых то тут безусловно у них была бы полноправная контр игра и даже шансы на то чтобы бороться за преимущество но проблема в том что никакого реалистичного сценария как они смогут все фигуры какие-то хотя бы легкие фигуры разменять пока не наблюдается а пространство не хватает белые будут усиливать давление по линии f надвигать пешки королевского фланга и проблемы все-таки компенсация безусловно есть позиция черных очень прочная но тем не менее абсолютно полной достаточной для равенства эту компенсацию признать нельзя поэтому скрипя сердце от такой красивой заманчивой позиционной жертвы пришлось отказаться здесь я рекомендую играть как уже играли многие сильнейший ход ферзь е7 теперь у белых выбор ну начнем с продолжение которое чаще встречалось в партиях сильных шахматистов ход е2 е3 нелишенный такой хитрости дело в том что на самый естественный и наиболее часто встречавшийся здесь ход кони в 6 белые не просто продолжают как-то развитие а белые сначала меняются на b4 и предлагают размен ферзей и вот этот эншпиль для черных может оказаться очень некомфортным по той причине что пешка е4 действительно оторвалась от основных сил является слабой и защищать будет непросто а случай где белые поменяют пешку д5 свою на пешку е4 это безусловно в пользу черных то есть вот этот эншпиль хоть черным удавалось его чаще удерживать чем наоборот он все-таки не полностью равный и я ходить конь f6 на шестом ходу не рекомендую у черных на мой взгляд есть достаточно простой и надежный способ как здесь добиться полноправной игры а именно взятие слом бьет d2 после конь бьет d2 и в 5 белый конь расположен не совсем удачно черные сейчас закончат развитие сыграют конь f6 d6 имеют полноправную контрыгру поэтому основное продолжение это все-таки взять на d2 ферзем теперь мы должны следить за тем чтобы белые не зажали наш ферзевый фланг следующим ходом d5 d6 это серьезная позиционная угроза поэтому мы ходим d7 d6 сами и даем белым выбор если они собираются играть с такой вот замкнутой позиционной структурой точнее говоря делают любой оставшийся ход ну конь c3 в первую очередь но мы готовы уже сыграть c6 c5 и после слон g2 f5 позиция такая сложная но опять же как мы видим хоть мы чуть-чуть самую малость под отстали в развитии но у нашего коня есть поле мечты на е5 у белого коня такого поля на d4 нет белые могут эту проблему решить ходом f4 здесь бить на проходе мы еще не готовы но мы играем кони в 6 и дальше вот такая замкнутая позиция где наши контр шансы мы будем постепенно готовить продвижение g7 g5 они представляются не менее весомыми чем шансы белых по какой-то активности на ферзевом фланге позиция сложная но на мой взгляд у черных шансы ни капли не хуже вот поэтому на эту структуру это вряд ли настолько принципиально идти самый принципиальный ход здесь это побить dc попытаться использовать кажущиеся явными недостатки пешечной структуры черных но не так все получается просто мы забираем конем та же самая история что белым не совсем понятно как развивать свои фигуры королевского фланга что они хотят сделать чтобы удачно их расставить пешка c4 будет подвисать при любом удобном случае кольца 3 коня в 6 теперь всякие такие игры если сначала закончить развитие ферзевого фланга пытаться уйти в длинную рокировку то здесь белый король будет расположен совсем совсем не безопасно самый предприимчивый способ это подчеркнуть это просто пожертвовать эту пешку короткая рокировка на ферзь бьет d6 мы естественно ферзей не меняем эншпиль нам точно не нужен уходим ферзь е8 следующий ход слон е6 потом ладья d8 и контрыгра связанная с давлением на пешку c4 с возможной подготовкой атаки против белого короля у нас-то король на королевском фланге как за каменной стеной у белых немножко другой случай контрыгра выглядит очень опасно поэтому учитывая что длинная рокировка здесь игра с огнем белым наверное все-таки надо готовить короткую но не так все оказывается просто после слон же 2 слон е6 пешка c4 зависает совершенно не вовремя в случае естественно ее защиты ходом b3 b3 d5 приводит к немедленному перехвату инициативы черными cd ладья d8 и черные пешку отыграют а как белыми развиваться яснее до сих пор не стало поэтому здесь наверное принципиальные на е4 пешку взять все-таки сразу же но это приводит лишь к разменному уравнению игры конь е4 на е4 мы меняемся сломбит c4 и опять же видим этот слон занимает важную диагональ не очень понятно как готовить белом рокировку наверное проще попытаться его разменять но после слон д5 сломбит д5 ферзь бьет д5 ферзь е5 никаких перспективных альтернатив простому равному можно сказать ничейному эншпилю у белых не наблюдается вот такой принципиальный вариант но на мой взгляд черные добиваются равенства достаточно простым путем после вот предложенной мной новинки сломбит д2 какие есть еще способы уклониться у белых также неоднократно встречался вместо хода е3 ход конь c3 то есть белые все-таки хотят получить преимущество двух слонов хотят чтобы черных был разменен на белого коня но тут не в первый и не в последний раз в тех вариантах которые я буду предлагать мы увидим позицию где два слона белых никаким серьезным преимуществом не являются потому что позиция остается достаточно закрыта и вот очень важно наш этот форпост на е4 мы не даем активизировать белопольного слона а чернопольный будет стрелять в пустоту главный вариант здесь пожалуй вот такой конь c3 конь f6 белые могут начать здесь с а2 а3 что приведет наверное к тем же вариантом слон же 2 рокировка а3 слон бьет c3 слон бьет c3 cd cd d6 здесь очень важно что пешка д5 она тоже такая вполне слабенькая вот а чернопольный слон конечно красавец но он стреляет немножко в пустоту вот дальше белые заканчивают развитие ясным способом конь е2 конь bd7 рокировка ладья е8 и туда ровно то о чем я говорил что вроде бы и как-то хорошо красиво расставились но в то же время вот этот план конь е5 слон g4 поле f3 далее возможно черные будут стремиться к размену белопольных слонов на h3 у черных вполне ясный логичный план а белым надо что-то придумывать как ему противодействовать и не так ясно как это можно сделать два слона здесь роли не играют у черных равноправная и даже скажем более понятная игра еще обойтись без е3 схода а2 а3 на не допускать этих ослаблений сыграть а2 а3 здесь слон бьет c3 слон бьет c3 cd cd d6 да выясняется та же примерно позиция но без ослабления е3 удержались это испытывалось и на самом высоком уровне эта позиция конь h3 здесь мы немножко нашу расстановку видоизменяем сначала выводим слона на f5 на g4 ему делать здесь нечего он только под темпу будет попадать рокировка конь bd7 конь f4 спокойно h6 чтобы не думать о том куда будет слон отходить после f3 и g4 профилактический полезный ход f3 конь е5 дальше с планом начинаются определенные сложности у белых позиция встретилась в партии в партии динглер и нанант еще в 2015 году удержал равенство без всяких проблем даже в какой-то момент возможно у него были возможности перехватить инициативу план черных простой точнее игры он в нем не есть разница в нюансах но скорее даже черные хотят на полуоткрытую линию c поставить ладьюс f8 и потом готовить наступление своих пешек на ферзевом фланге важно что пешка d5 здесь все время подвисает но и опять же подчеркиваю у белых не совсем понятно как им дальше вести здесь активную игру у черных же план достаточно ясный хоть и два слона но не те два слона которые сами по себе что-то обеспечивают что еще еще пожалуй да если белые не тратят темп на а3 не играют е3 ходят конь h3 сразу же то в этом случае этот паровоз может уйти то есть чернопольный слон черных может оказаться и живее всех живых конь h3 мы играем cd и теперь после cd d6 допустим спокойное развитие борьбы рокировка слона в 5 здесь после а3 мы можем свести игру и к тому варианту который видели но здесь вполне допустимо и отступить слоном на c5 после чего белым еще придется прикладывать усилия ну да конь а4 сыграть и получить чуть ухудшенную версию без темпов того что мы видели с вами перед этим а потому что если слона оставить живым то он тут по диагонали хорошенько даст прикурить все таки вот исходя из этого уже дойдя до этой позиции еще в 2008 году она встретилась в партии двух замечательных гроссмейстеров борис гельфанд играл белыми против василия иванчука и здесь борис абрамович понял что как то дело может запахнуть керосином и такая вот разменная комбинация была проведена которая опять же для черных не совсем опасно но может быть уже для белых самый простой ясный путь к равенству слон бит h3 конь бит f6 ферзь бит f6 слон бит h3 ферзь бит b2 все форсировано размен на b4 ферзь d2 ферзь бит d2 шах король бит d2 конь a6 опять же не тот случай где слон сильнее коня у коня на c5 совершенно замечательная ударная позиция но впрочем у белых тоже ресурсов для поддержания равенства достаточно партия достаточно скоро завершилась ничью да но еще еще два момента здесь в этой позиции после cd есть еще такой ресурс разменять коней конь d5 конь d5 cd но тоже никаких затруднений здесь защиты пешки е4 нет проще всего наверное сыграть а5 рокировка d6 конь снова стремится прискакать куда-то на c5 черных развитие гармоничное пешка е4 живее всех живых конь на h3 по-прежнему находится в поиске себя вот тоже безобидное разветвление есть еще здесь гамбитная такая версия речь идет именно так самое простое за белых с точки зрения поддержания равенства это здесь может быть сыграть конь f4 опять же от черных требуется относительно аккуратная игра но опять же это это не борьба за перевес dc у нас временно уже две лишние пешки после короткой рокировки сломбит c3 сломбит c3 конь c6 мы продолжаем развитие никакой атаки немедленной никакой бури и натиска не наблюдается белым скорее тут надо подумать о том чтобы хотя бы что-то начать отыгрывать но это задача на самом деле для них вполне достижимая конь d5 конь бьет d5 ферзь бьет d5 d6 ну и они могут сразу же забрать одну из пешек но вторую сразу же отыграть не получится вот возможный вариант ладья d1 ладья d8 сломбит е4 слон е6 слоны красиво стреляют но у нас фигуры достаточно развиты и мы вправе не опасаться никаких феерических матовых атак после ферзь h5 h6 ладья d2 ладья d7 ладья d1 ладья d8 у белых за пешку вполне достаточная компенсация но именно достаточная для поддержания равенства скорее всего партия логически должна закончиться тем что белые где-то эту пешку отыграют или же разменяют белопольного слона на коня и удержат разноцвет без пешки так или иначе объективно оценка позиции очень близка к равенству есть еще практически незаигранная в этой позиции то есть е3 играли конь c3 играли есть ход не вполне заигранный а именно ход сломбит b4 встретился один раз в партии не очень высокого уровня точнее говоря ну белые просто не разобрались в данном случае никого не хочу обидеть ферзь б4 шаг и здесь две возможности потому что на самом деле идея-то достаточно перспективная на ферзь d2 тут разница в чем что тут разница в том что не защищена пешка c4 и мы ее конечно с удовольствием заберем по сравнению вот с вариантом который у нас получался если белые на шестом ходу играли е3 но не так все однозначно здесь компенсация на самом деле есть и черные должны играть аккуратно конь c3 конь f6 e3 ферзь уходит на c5 ладья c1 и вот тут если как-то цепляться за пешку то белые могут получить достаточно серьезную компенсацию d5 d6 постоянно позиционная угроза то есть вот допустим сразу d6 все-таки короткая рокировка и эта пешка она оказывается вне зоны комфорта черные сейчас быстро начнут к ней цепляться белым недожиру если вместо ладья c1 сыграет слон g2 то черные в свою очередь уже готовы побить на d5 и опять же у них пока две лишние пешки пока белые их будут отыгрывать черные развитие закончить успеют поэтому самый опасный ход ладья c1 и здесь на мой взгляд точнее всего от материала лишнего отказаться сделать короткую рокировку после чего белые в свою очередь не могут уже все игнорировать не могут заканчивать просто развитие потому что опять же на слон g2 мы готовы спокойно забрать конь бед d5 белым пешку надо отыгрывать а именно конь бед е4 конь бед е4 ладья бед c5 конь бед d2 король бед d2 и здесь мы просто прогоняем ладью d6 ладья c1 c5 возникает такой необычный эншпиль такая пешечная структура типа бенони но здесь вот этот вот размен фигур он как раз черным помогает потому что у белых за счет пешки d5 некоторое преимущество в пространстве но здесь его использовать непросто черные в свою очередь готовы уже продвигать какую-то свою контригру на ферзьевом фланге готовить а6 b5 где-то при случае сыграть f7 f5 коня перевести на e5 пешка d5 в каких-то случаях может оказаться и слабостью тоже поэтому позиция достаточно непростая необычная но оценка общая в пределах равенства на ферзь бед b4 шах помимо рассмотренного рассмотренного нами ферзь d2 есть еще конь c3 и вот здесь как раз здесь ну что на b2 хватать тут мы даже пешку не выигрываем после конь b4 позиция неприятная что забирать на c4 здесь белые обошлись без хода ферзь d2 после слон g2 конь f6 a3 немножко ферзь не на тех полях оказывается у белых достаточная компенсация но на конь c3 рекомендую просто сыграть конь f6 и по-прежнему обе пешки находятся под ударом вот как раз единственной партией которая была сыграна на эту тему белые сыграли ферзь d4 ход такой предприимчивый потому что на ферзь b2 готовый ферзь e5 шах лишить черных рокировки но в то же время ход и не сильный после d7 d6 с угрозой c5 белые остаются без пешки и без особенной за нее компенсации поэтому после конь c3 конь f6 белым надо играть ферзь d2 и черные путем ферзь bc4 переходят к вариантам которые мы с вами перед этим рассмотрели помимо этого безусловно есть еще и другие варианты к которым надо быть готовым это если белые дают продвинуть d5 но там все у черных обстоит совершенно безопасно и даже скажем так безопасно со знаком плюс потому что старый главный ход как я уже и говорил конь c3 ян тиман здесь давным-давно в 70-х годах прошлого века играл f7 f5 что не вполне достаточно для равенства а достаточен и необходим ход d7 d5 сначала казалось что это приводит к конкретным неприятностям ввиду cd cd ферзь b3 и что теперь что делать с центром но уже в 21 веке в том числе и на гроссмейстерском уровне подтвердил свою надежность вот такой вот ответ конь c6 и далее практически форсировано потому что белые не могут уже остановиться на полдороге иначе им непонятно как усиливать давление одновременно защитить на d4 и усилить давление на пешку d5 белые должны идти по выбранной скользкой дорожке ферзь бьет d5 ферзь бьет d5 конь бьет d5 конь бьет d4 опять же уже поздно что-то менять потому что в случае допустим ладья b1 черные даже не обязаны пока лишаться рокировки потому что у них есть такая вот защита от вилки неординарная они не следуют симметрии они играют слон е6 и готовы встретить конь c7 король d7 конь бьет а8 ходом слон бьет а2 и таким нестандартным образом ладья отыгрывается и черные получают преимущество поэтому главный ход здесь конь c7 король d8 конь бьет а8 конь c2 шах король d1 конь бьет а1 такая вот совершенно экзотического вида позиция в чем-то симметричная очередь хода за белыми но в чем-то она и асимметричная по-прежнему черная пешка на е4 препятствует гармоничному развитию белых фигур а у нас и конь g8 и слон c8 уже готовы вступить в борьбу что называется по полной программе и здесь были партии на гроссмейстерском уровне белые чаще проигрывали чем выигрывали со временем был доказан что у белых есть достаточно узкий путь к равенству покажу главный вариант слон f4 слон е6 b2 b3 теперь продолжаем играть предприимчиво отдаем коня за наибольшее количество пешек конь бьет b3 а b слон бьет b3 с королем еще что-то делать надо белым король c1 слон на 3 шах король b1 конь е7 важный момент и выясняется что что белому коню с а8 не убраться то есть здесь опять же есть есть еще узенькая дорожка к равенству е3 черные должны сделать точный ход g7 g5 ну потому что на прямолинейное король d7 конь c7 конь как раз убегает куда не надо на на е3 мы должны сделать энергичный ход g7 g5 теперь удержать слона на этой диагонали слон е5 не совсем получается из-за f6 и слона приходится убрать бросив коня на произвол судьбы вот а если взять пешку на g5 то после король d7 опять же слон h3 шах и равенство белое достигают но вопрос стоит здесь именно так то есть при всей своей какой-то нестандартности экзотичности вариант популярности не снискал белым все-таки так бороться за преимущество не получается а если так то что делать потому что создать давление на пешку d5 тут совсем непросто кстати вот важный момент потому что возвращаясь к истокам сейчас к этой позиции мы еще раз вернемся что на самом деле после g3 есть еще вот такое разветвление такой вариант коня в 6 слон g2 и c6 здесь но тут как раз вот есть нюанс что коня развили немножко преждевременно то есть порядок ходов со вторым ходом коня в 6 он неаккуратный почему мы сейчас с вами убедимся возвращаемся к нашему порядку g36 d4 e4 конь c3 d5 слон g2 самый логичный ход и здесь если бы мы играли коня в 6 то после слон g5 все-таки наша пешка d5 база нашей пешечной цепи ну после в скором будущем предстоящего размена на d5 она оказывается в не совсем комфортном положении то есть черным здесь защищаться не совсем приятно но фокус в том что мы коня на f6 раньше времени не выкидываем мы сначала играем слон b4 и что важно да здесь самый очевидный способ усиления давления это сыграть ферзь b3 и вот здесь такой важный вариант ход который сразу в голову не приходит но тем не менее на мой взгляд самый точный здесь с точки зрения черных это слон бьет c3 уже встречалось но немножко не с теми идеями потому что теперь если ферзь бьет c3 коня в 6 просто закончим развитие и никаких проблем не имеем два слона здесь ничего не решают а проблемы с расстановкой грамотной фигур королевского фланга у черных остаются то есть опять же здесь скорее белые борются за равенство чем черные но казалось бы ход слон бьет c3 выглядит немножко странно по причине ответа bc и вот что делать сейчас ведь последует слон h3 и о горе мы останемся без рокировки да это уже вариант такая современная компьютерная эпоха его следует как следует запомнить слона 3 в прошлом веке на таком в общем-то анализ и заканчивали потому что и центр под давлением и без рокировки черные а белые сейчас развитие закончат а в реальности в реальности эта позиция она у белых не лучше и более того скорее белые должны здесь бороться за равенство после ходов dc ферд c4 конь bd7 неожиданно эти кони начинают как-то очень резко выскакивать на позиции b6 d5 c4 и создают серьезные проблемы конь h3 конь b6 ферзь c5 уже с полями есть определенные проблемы конь fd5 и допустим рокировка радостно белые закончили развитие тем не менее после конь a4 ферзь c4 конь а бьет c3 вот такое вот неожиданное обжорство здесь оказывается вполне показано потому что дальше мы хотим сыграть конь b5 все-таки сбить этого слона с диагонали потом закончить развитие и здесь вот в этой позиции конь bd7 белые за преимущество не борются еще у них есть возможности сохранить равенство но именно так не больше того вот такой вот вариант слон b4 слон bc3 вот этот трюк следует запомнить что потеря рокировки совсем не автоматически означает для черных катастрофу еще вариант который кстати рекомендован в замечательной книге румынского гроссмейстера Михаэ Марина точнее трехтомник где он рекомендует белыми играть как раз английское начало c4 и на следующем ходу практически на любой ответ черных g3 еще раз подчеркиваю книга замечательная но но самые лучшие дебютные книги тоже устаревают у него было рекомендовано здесь играть слон d2 и он утверждал что у белых здесь дебютное преимущество но на слон d2 тем более мы играем слон bc3 на bc вот ход конь f6 почему-то из поля рассмотрения гроссмейстера марина выпал он рекомендует bc и утверждает что у белых здесь преимущество на самом деле после после хода конь f6 белым здесь не очень понятно как вообще бороться за равенство потому что никаких способов вскрыть центр у них нет ну вот единственный способ то что они пытались сделать было уже была уже сыграна одна партия на мастерском уровне f2 f3 короткая рокировка cd cd fe ну а что еще делать ну после конь бьет е4 сами понимаете вот это вот вскрытие центра два слона но это все пустые слова а на самом деле у черных идеальная блокада и уже на десятом ходу достаточно большой перевес относительно сильнее после слом bc3 побить слом bc3 но здесь опять же конь f6 только ухудшенная версия вот того варианта который мы с вами видели потому что здесь на слом b4 сразу dc и мы готовы этого слона прогонять с диагонали и у нас лишняя пешка если же cd cd слом b4 после конь c6 опять возникают вопросы а иначе просто белые остаются у разбитого корыта то есть ход слон d2 рекомендованный еще раз подчеркиваю в хорошей книге гроссмейстера марина если ваши противники без критического анализа прочитают эту книгу и будут следовать этим рекомендациям то можно сказать день удался какие еще варианты здесь имеет смысл рассмотреть ну пожалуй все главные схемы уже отчетливо ясны все остальное только вариации на эту тему на конь h3 например мы уже спокойно готовы здесь ходить конь f6 заканчивать развитие других каких-то принципиальных линий здесь не видно всюду черные не торопясь еще раз подчеркиваю с выпадом конь f6 сначала играя слом b4 достаточно спокойно добиваются полноправной игры да если белые препятствуют ходу слом b4 допустим здесь ходом f3 то здесь есть удобная расстановка тогда да мы с пунктом d5 делать что непонятно но ладно тогда приходится от него отказаться у нас достаточно простая прямая игра dc fc4 e6 f4 f5 f5 пешку e4 теперь защитили другим образом но белые уже не опережают нас развитие а у нас простой понятный план конь f6 слон e7 развиваем королевский фланг и все у нас в порядке еще следует пожалуй упомянуть да такой нестандартный способ помешать развитию в центре продвижению d7 d5 это ход ферза 4 применялся и на гроссмейстерском уровне в том числе так играл Петр Свидлер против Аниша Гири в прошлом году в быстрые шахматы в интернете но Аниша оказался и к этому тоже отлично готов потому что здесь у черных были бы проблемы но они неожиданно все равно ходят d5 и на cd естественно не бьют на d5 ферзем а здесь вот такой резкий гамбитный ход это в свою очередь стало неожиданным для Петра и он сыграл d5 d6 после чего опять видим похожую структуру то что мы в последнем варианте смотрели после сломбит d6 c3 f5 у черных уже приятнее понятный план развития здесь у белых есть два способа забрать гамбитную пешку но что после dc c6 c3 сломбит c4 у нас перевес развития и свободная фигурная игра а у белых уже привычные трудности с развитием фланга также после ферзь b3 cd ферзь d5 конь f6 ферзь б7 конь c6 уже две лишние пешки но как мы видим отсталость белых в развитии становится уже угрожающей то есть белым здесь нужно всерьез думать как бы не потерять что-то сразу же путь к равенству у них есть но строго единственный вот такой вот нестандартный ход слон h3 после слон b4 шах король f1 слон h3 конь h3 короткая рокировка компенсация черных за две пешки здесь вполне вполне достаточно вот на этом пожалуй пожалуй все что касалось варианта d4 e4 все главные возможности и d5 и конь c3 ферзь a4 мы рассмотрели все остальное самостоятельного значения практически не имеет остались еще у нас что касалось g36 варианты где белые не препятствуют продвижению d5 но в этом случае у черных автоматически практически никаких дебютных сложностей не остается единственный вариант который пожалуй имеет какое-то свое самостоятельное значение в разных порядках ходов получается это когда черные белые сразу же пытались атаковать пешку d5 но ни к чему хорошему это не приводило вот допустим слон g2 d5 теперь относительно лучше наверное сыграть d4 e4 вернуться к тому что мы уже видели а если белые начинают пешке d5 резко приставать cd cd ферзь f3 f6 f6 c3 то черные вполне вправе ее пожертвовать это как раз старые варианты уже давно известные после c6 cd5 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 в старых книгах это написано там приводились острые варианты связанные с cd4 cd6 f6 и здесь достаточная компенсация но может быть еще перспективнее не проверявшаяся еще практически конь d5 размен ферзь d5 слон d6 то же самое преимущество в развитии угроза конь b4 и белые должны здесь думать как им не попасть в полосу затруднений за одну несчастную пешку сразу же после дебюта да никаких идейных дальше продолжений нет ну разве что в качестве курьеза ход с наибольшей статистикой вот здесь самый успешный ход хотя просто недостаточно партии на высоком уровне это b2 b3 но на самом деле здесь белые уже получают позицию похуже прямо с дебюта после d5 слон b2 слон d6 конь f3 вот такое двойное фианкета против мощного центра это все-таки игра не с позиции силы а с позиции слабости f7 f6 укрепили и эту диагональ тоже дальше готовы расставляться слон e6 конь е7 или не конь h6 закончить развитие у черных очень крепкий центр и возможности смело смотреть в будущее и напоследок кроме хода b3 да есть еще ход ферзь a4 со сходной идеей что на четвертом ходу но в этой редакции он ничем не лучше а даже еще и хуже потому что реакция нам уже знакома d5 cd слон d7 и здесь у черных компенсация уже совершенно превосходная здесь даже борьба не за равенство а за преимущество начиная с самой ранней дебютной стадии вот пожалуй теперь вы и знаете все что я хотел вам сообщить по поводу системы g36 если у вас появились на эту тему вопросы задавайте их в комментариях а к варианту с вторым ходом конца 3 мы вернемся в следующий раз большое спасибо за внимание до сих пор до сих пор до сих пор до сих пор Продолжение следует...